То есть ты мне подарил ночь в хостеле? Не просто в хостеле, а в хостеле, где мы с тобой познакомились. Это романтично. Это романтично, но весь этот пранк был похож на предложение. А я тебе, между прочим, новенький айфон подарила. Ох, саду, спасибо, классно. Только я теперь не знаю, что с моим старым делать. Куда седьмой отдать? Слушай, а давай разыграем его среди подписчиков? А давай! Только все подписчики должны быть подписаны на канал Хостел. И лайкнуть этот выпуск обязательно. Ну и тогда получи телефон. Кто-то один. Ну или порежем по частям. Ничего, пойдем в хостел. Я тебе еще кофе приготовил. Ну ты понял, понял. Если бы завтра был конец света, я бы провалялся с тобой весь день в постели. Это если бы завтра был конец света, я бы провалялся с тобой. Весь день в постели это... Я бы провалялся с тобой. Ты знаешь. Надо же. Ну надо же. Ну надо же. Есть у нас 4G. Привет, странная Эрика. А тебе письмо. Вот, пожалуйста. Класс. Это билеты от Киевстара на Агланс пришли. Опа. Он билеты нормально стоят, да? Ты нас, может, познакомишь? Это Илон и наш комендант. А это Тох, рэпер. Тох, это в смысле Антоха? Не, Тох на блатнике означает воровская удача. Это вы песни пишете, да? Малявы на волю пишут, а я тексты читаю. Ну на ютубе самый популярный мой трек это Лохопедра от Гнивай. Потом у меня мобила свежего отжима тоже хорошо зашла, кстати. А это о чем эти ваши тексты, да? За жизнь воровскую, как я воровал, потом сидел, потом опять воровал, но уже не сидел. Менты не поймали. Жентрельмен, удачи. Не. Тебе сейчас нельзя кофе. Папков, хватит строить из себя папочку. Да ну. А сама ведь говорила, чтобы я себя так называл. Так. Кальций, белки и витамины. Ну и успокоительные. О, а это то, что надо. Нет, это мне. Алкоголь может нанести вред нашему Сергею Григорьевичу. Кому? Ну, нашему сыну Сергею Григорьевичу. Ну или Настасье Григорьевне, если будет девочка. Знаешь что? Не-не-не, я не хочу знать полуребенка. Нет, Крынь. Вообще не будет никаких детей. Что? Да, именно так. И вообще, вали давай. Мне тут скоро предки табором навалят. Я не хочу, чтобы они тебя тут видели. А я бы познакомился. Поверь, если тебя увидит мой папа, го-отце тебе сделает. Го-что? Разрыв шаблона называется. Вали давай. Давай, давай, давай. Короче, жена спрашивает у порноактёра, типа, ты устал на работе, милый? А он и отвечает, тогда затрахался. Опа-на, сегодня праздник? У меня праздник. Ты знаешь, Тим, вообще, вот лучший подарок, это подарок, сделанный своими руками. Себе самому. Ну, не знаю, не знаю. Сегодня ровно месяц, как мы встречаемся с Алисой. Я её поздравлю, подарю подарок, свожу её в кафе, а потом... Продолжай. А потом, ребята, вы будете моими джиннами. Это, типа, синими? Типа, спор наш, помнишь? Тим, ты это серьёзно? Серьёзнее некуда, ребята. Сегодня между мной и Алисой будет чивава, так что готовьтесь исполнять мои желания. Ну, реально, Тим, ну... Ты это вообще не вовремя. У тебя такая прекрасная девушка. Ну, шо ты хочешь? Шо ты, шо ты! Спор есть спор. Я 50 оттенков серого прочитал ещё в 10 лет. Так что я человек с фантазией, причём больной. Илона, а вы не видели конверты с билетами на Атлас? Нет, странная девочка. Блин, потеряла. А там были билеты на всех ребят. Они очень расстроятся, если мы не пойдём. Слушай, а ты не думала, что ты их не потеряла? А? А что тогда? Ну, может, их кто-то украл? Да кто? Тут же все свои. Ну, может, тот, кто ходит сюда со стороны? Вы воров сюда пускаете? Господи, какая ты тупая. Нет же, Эрика. Может, это их Тох взял? С какого? Ну, он сам говорил, что он вор. Это не так. Это сценический образ. Девочка моя. Я тебе скажу из собственного опыта. Если что-то выглядит как дерьмо, а пахнет как дерьмо, то, скорее всего, это дерьмо, а никакая не кабачковая икра. Да. Он не вор. Он хороший. Он подарки мне делает. Ну, какой красивый браслет. Это что, кровь? Да какая кровь? Вот, смотрите. Тут Армен написан. Армен? Армен, это потому, что он меня так ласково называет. Ясно? Арменчик. Конечно, ясно. Арменчик. Таня, еще чуть-чуть, и я начну беспокоиться. Отлип не говорю, с дочерью он поговорит. Ну, что, Арианочка, как тебе здесь живется, учится? Очень хорошо. Все замечательно. Соседки просто ангелы. Вот видишь, Бальдошкин, у нее все хорошо. А че это тут через стенку пацаны живут? Пацаны? И я не заметила. Папочка, знаешь, я все время в учебе. Хорош заливать. Я ж твои стримы эти или каких там смотрю все. Ну, так это в свободное от учебы время. Татья, ты ж должна понимать, что ты здесь для диплома, а не для мальчиков. Ну, я че-то начинаю беспокоиться. А у папы сердце слабое. Ты ж меня знаешь, принцесса. Нет. Ну, здравствуйте. Здравствуйте. У вас товар, у нас купец. Твою мать, Орик, кто это? Я сейчас все объясню. Мы хотим, так сказать, наших будущих молодых родителей женить. Ну, чтобы ребеночек официальный был. Ну да, ну, чтобы на учет поставить. Или как это правильно называется. А то нехорошо это. В школе дразнить еще будут. Учеба говоришь. А вот сейчас я точно начинаю беспокоиться. Нет! Нет, 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 только не беспокойся. Тим, да ты вообще отбитый. Ну, какие татуировки? Я вообще боюсь татуировок, во-первых. А во-вторых, ну давай же тогда что-то красивое, там, сокола или собаку какую-то на ноге. Татуировка чека из АТБ и точка. Впрочем, ты можешь выбрать список покупок. Ну ты. Либо тату-чека, либо эмблема «Своя линия» на копчике. Вообще-то ты с Алисой еще даже не переспал. Уже почти. Ага, когда ты и ноги брил, ты точно так же говорил. Downloaded почти completed, Мэтью. Сегодня я с ней пересплю, и ты проиграешь спор. Либо ты выбираешь список покупок, либо это делаю я. Алиса? Алиса? Подарок. Тебе. Кружка с реком и мордином. Как ты хотел. Алиса, прости, я... Прощаю. Прощай. Тох, ответь мне честно. Это ты взял билеты на концерт? Обоснуй, что я. Прекрати разговаривать со мной, как на зоне. Просто ответь. Ну да, да, я взял эти билеты. Слушай, нафига тебе нужны вообще эти кенты? Давай лучше их загоним, побухаем, а, малая? Прощай. И да, вот все твои подарки, которые ты мне дарил. Не могу поверить, что ты все это украл. Подожди. Да, я вор, я ворую. Но когда я встретил тебя, я изменился. И я лично, сам, специально для тебя написал песню. Не рэп, медляк. Ну, типа про любовь. Будешь слушать? Я знаю, где живет любовь, в каких укромных уголках твоей души ее искать. Пошел ты. Ну, подожди, ну это, Штепан, души. Дедушка, как же так, а? Мне ну 40 лет, 40 лет. И уже, дедушка, как же они быстро растут-то, а? Только вот понимаешь, из-под гузников выросли, а уже для внуков покупать. Так, стопэ. Мама, папа. Это ложная тревога. Я не беременна. Вечерочек откровений на нашем канале. Лады. Скажу все как есть. Давай. Потому что ты, Гриша, мне не пара. Это почему? Да потому что папа против, чтобы я встречалась с парнями до окончания университета. Вот и все. Правильно. А парни им что? Лишь бы отторобанить девчонку по-быренькому и смасаться? Не, ну не все же такие. Да все, все. Да я сам такой. И ты тоже такой? Только честно. Нет. Ладно, помогите мне встать. Что-то я начинаю беспокоиться. Ой. А вот Риша, сынок ваш, молодец. Вот не испугался. Пришел, заявил, честно, смело. Мужик, отец, воин. Дорогие зрители, 16 серия это последняя серия сериала «Хостел». Все, кто хочет знать, что будет с проектом и с нами дальше, подписывайтесь на этот канал. И когда тут соберется 100к, я выпущу ролик, где вы узнаете судьбу хостела. А еще где вы сможете выиграть новенькую колонку JBL. Не затягивай, до встречи.